Привет, пацаны, привет! Чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Можно свалить? Давай, конечно можно, конечно можно! Я думаю, что ты в какой-то я попробовал. А мне кричит, да? Тебе, Кристина, ты так вообще, типа, прям похудела, вообще-то так. Подкатывает к моей девушке. Давай, трешечка. Но прежде чем мы начнем, разрешите представить вам спонсора сегодняшнего ролика. Многие из тех, кто нас смотрит, используют Windows и Mac OS, поэтому и может быть особенно интересна программа Wondershare Filmora. Это мощная и в то же время простая и удобная программа для видеомонтажа. Filmora поддерживает все, что необходимо для создания качественного и профессионального видео. У нее простой и понятный интерфейс. Поддерживает все базовые возможности, изменение скорости, обрезка, объединение клипов, добавление музыки и текста. Более 70 разных спецэффектов, видео и аудиофильтры. Функцию картинка в картинке, множество видеопереходов, есть функция автоматического повышения качества изображения, которая буквально одним нажатием кнопки сможет уменьшить шум и отрегулировать яркость и контрастность вашего ролика. Есть функция добавления картинок, можно например вставить сердечко или поцелуй. Можно создавать анимированные надписи, выбрать красивую заставку для видео. Программа позволяет быстро загрузить ролики в YouTube и на Facebook. Используя Wondershare вы сможете с минимальными усилиями создавать качественные интересные видеоролики. А в результате получить много просмотров в YouTube и других соцсетях, например в TikTok или лайке. Filmora создается компанией Wondershare. Wondershare делает много программ. Помимо Filmora вам может быть интересна программа Uniconverter, которая позволяет конвертировать видео в огромное количество форматов без потери качества. Еще есть целый ряд полезных и очень удобных утилит. Переходите по ссылкам в описании, используйте качественное ПО. Йо, друзья, всем привет, меня зовут Дима Ястров. Тут где-то крестинская сила ходит, она вообще занимается, тренируется. Ей же можно спортом заниматься. И сейчас придет Егор, Егор получается месяц назад, уже Камелию целый месяц, и он месяц назад видел ее только при выписке с Родо, потому что он уезжал, был за границей, потом я болел. Ну, в общем, короче, месяц не видел Камелию, и сейчас вот первый раз, грубо говоря, за месяц ее увидит, и мы куда-то с ним погоним, будем что-то сегодня делать. Йо, привет, чувак. Что там? Ты с байком, что ли? Да, он там стоит. А, понял. Может, надо было занести сюда? Привет. Не украдут? Да нет, думаю, нет. Что, проходи, Камелию тебе покажу, и что-то будем делать, куда-то поедем. Я месяц, чувак, ее не видел, я как-то дома забыл, я видел месяц. Карамбовирус за границей не привез? Скорее всего, нет. Ну, это не точно, да? Так, ты это, так. Да нет, ну я типа, это, вот тут можно посмотреть. Здорово. Вот она, здоровая уже, смотри, какая. Блин, как тут красиво. Красиво? Да. Камелия? Как дядя Егор или просто Егор? В смысле, дядя Егор? Дядя Егор. Ты что? Старым сразу все чувствуешь? Нет. Выросла уже большая, видишь. Да, Камелька? Что, разбудить ее? Да нет, не надо. Ты что, с ума сошел? Я до сих пор сейчас не могу прыгнуть, сейчас я захожу в дом, и есть еще один человек здесь рядом. А мы уже привыкли, да, кстати? Как-то у нас нет такого. Ну, я же как-то редко с вами вижусь, постоянно кто-то занят, типа мне непривычно заходить, еще кроватка стыдит. Ну да. Ооо. Что началось у нас? Привет. Ну все, пошлите. Скажи, ну как ты видишь, молоко потухает снег. Спасибо. Да, да, да. Все, разбудили, можно мчать. Все, поехали, тачку твою забирать. Да, короче, смотри, мы сейчас все делаем. Мы сейчас... Как-то так вообще сегодня привычно у тебя дома. Чувак, я не могу прыгнуть, как-то очень странно. Чего? Не знаю, ну как будто... Ну тут бардачок, видишь. А, нет, ну бардачок тут такое дело, типа стол, я же тоже не было стола, так-то. Да, ну стол я сейчас повернул, он так обычно стоял. Вот. Ну у тебя такой прям офис, понял, такой заходишь. Ну да, будь здание. Да, 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 я с этим сижу, бля. Скажи, я не прокатился по городу на улице, погодка просто офигенная. Просто, ну одеваю, я просто футболки в рубашке. Очень тепло, классно. Вот, сейчас пойдем заберем. Ну, поехали, давай, короче, по дороге сейчас решим. Мы еще не знаем, что сегодня делать. У нас типа варианты, можно на великах поехать покататься, можно поехать на машине на трассу для гонок на выживание. Егора, брата. Нет, скорее всего не поедем, у меня что-то стучит в машине. Я на понедельник, скорее всего, завтра. С Кристина, ты вообще типа, ну прям похудела, вообще-то так. Подкатывает к моей девушке. Да, всегда к ней подкатывает. С детства, думаю, подкатывает. Они, кстати, росли вместе, они жили на одной улице, грубо говоря, рядом. Знакомы с детства. Да, я, кстати, никогда не верил дружбу, сейчас не верят дружбу между парнями и девушкой, это по-моему, кто-то кому-то нравится. Но я скажу, что мы с Кристина супер какие-то близкие друзья, что мы там созваниваемся, с ней общаемся, вот. Но так у нас судьба сложила вместе, что мы постоянно друг с другом как бы находимся вместе. То есть с детства постоянно тусили там, постоянно вдвоем. Да, потом я с Егором подружился, хотя он тоже жил хрен наезде, и Кристину себе нашел, Димуаху. А оказалось, что они друзья. Я Кристина знаю больше, чем Димона, но вообще множество моих друзей, которые сейчас меня окружают, я знаю всех меньше, чем Кристину, оказывается. Ну да. Типа, как-то так. Дима. Значит, я типа, а-ля братаны. Все, летим, летим. Братва и Кристина, хороший пример в плане девушек, что многие там после родов толстые ходят и так далее, во время беременности. Да, посмотрите, я просто не видел Кристину месяц после родов всего. Я зашел, смотрю, Кристина, какая была такая и осталась. Типа, там, ну, типа, до родов, то есть, типа, офигенно. Ну, она участвовала, ты сейчас, мы тебя ждали, и она с растяжкой занималась, там, тренируется. Ну, умничка. Ну, доктор разрешила. Ну, реально, типа, ну, пример, вот реально пример, то есть, как и должно быть. То есть, я теперь выкупаю, когда у меня будет там девушка, или кто-нибудь там, не знаю. Есть скидочек никаких не будет. Да, я ей скажу, вот, Кристина, я сейчас соседу в Инстаграм, тебе покажу всю историю, типа, как тебе, ну, это реально, это возможно, то есть, ну, как бы, все могут стараться, желание стараться. Да, главное не ленивой, ленивой не быть. Да, у меня просто всегда было желание к тому, чтобы, ну, я во время беременности, дотреннего, я всегда знала, что можно вернуться. Ну, конечно. Ну, я на других смотрела, видела примеры. Да, конечно, и мой братан не должен сказать толстой, некрасивой девочкой, типа, а может быть красивая девочка, которая, по-по, поцаралась, пух-пух. Ну, и тебе же там можешь прияться. Ну, и с ребенком быстро делать. Да, я смотрю, многие тоже, они беременные, они перестают там какой-то макияж, ну, легкий делать. Понятно, что не надо там накрашиваться, хотя бы ресницы какие-то себе там, ногти сделать. Ну, пусть они будут тоже не длинные, но просто вот дай руку Кристинке, видите, у нее макияжик, ой, макияжик, ногтики, что-то там она чуть-чуть подкрашивает, чтобы быть симпатичной для меня, правильно? Ну, это еще идет, это еще идет с детства, типа. Ну, да, это воспитание, воспитание зависит. Я, Кристину, знаю, сколько вот я ее знаю, она всегда была такой. Красотки мои. Ухоженные, типа, и всегда все у нее было нормально. Я вообще люблю кроссовки, смотрите, у меня почти все кроссовки белые, но это Кристинные. Это я еще в этом покупал, видно, где? Эти в секонд-хенде брал, белые. Это я в этих катаюсь, а в этих сейчас пойдем. И потом я всегда хожу-хожу в кроссовках, и через время, когда они чуть-чуть убиваются, начинаю в них кататься. Ну, я думаю, все рады это делать. Конечно, всегда. Колбаса деловая. Да. Все, Камелечка, мы пошли. А мы уже гуляли сегодня. Молодцы. На улице. Кстати, у меня вчера классное было настроение, и я до пяти ночи не мог уснуть. Просто там музыку слушал, смотрел всякие видосики, и сегодня проснулся хрен за это восколько. Все, братан, погнали, а то я могу бесконечно. Так, мы вот с Егором решили прокатиться на великах по городу. Подписчики нас тормозят по дороге. Катаетесь на чем-то или нет? На сюда на самокатах. А где самокаты? Воскресенье, выходной день, классная погода. Где самокаты, пацаны? Что за дела? На Сегором. Ну, гуляем с другом, чтобы попытаться на самокатах. Понятно. Так. Все вместе, да? Да. Ждите? Все, давайте, не то что. Удачи. Пока-пока. Пока-пока. Все, полетели? А сейчас будем по городу кататься. Да. Все, пока, пацаны. Пока. Опа. Да, и мы с Егором колесим. Классная погода. Просто едем. Трендим, прыгаем. По всяким стырпенечкам. Бордюркам. Кайф. Давай трешечки. Давай-давай. Чуть не убил. Давай. Оп, хорош. Терно встретили. Кирюха. Покажи. У него цепь порвалась, он с другого конца города. А выжимки нет с собой? Нет. А у меня там замочек. Замочек. А ей уже капец, надо замочить. Слушай, вот здесь есть магазин с этим самым, с, как это, с цепями, ну, где могут починить тебя. Я знаю, я сейчас домой доеду, а потом... Смотрите на его руки, жестяк, вообще. Да. И дома зя... А где ты, кстати, защиту такую взял? Это же как у меня. Это бушная защита, я ее покупал. За сколько? За 1800. Охренеть. Ну, это классная защита за... Ну, конечно, тоже не дешево, но нормально. Нет, это дорого. Ну, типа, я просто уже... Ну, я же говорю, я же говорю, не дешево, но это крутая защита. Да. Все. Он дерг может. А он рабочий? Ну, я лопатую. Ну, там просто вылета, наверное. У нас же вылет сожгли, и ничего нет. Сами его починили. Да, мы его чинили. Ну, он, типа, он прям работает, ну, можно прыгать. Можем попробовать заехать? Че нет? Посмотрю. Просто мне кажется, там опять будет все поломанное, все это. Мы приедем с ним и починим, покатаемся, и на свечении приедем, и там будет полно. Да, нет, ну, молодцы. Вот Кирюха, красавчик, он прям что-то делает постоянно, и трюки учит, и байки меняет. И как человек, человеком остается. Правильно, я говорю, Кирю? Только это если я цепь поменяю, тогда я выйду. Ну, понятно. Так, а слушай, может, хочешь, я не знаю, там, помогу тебе деньгами, если нет, это сейчас отремонтируем. Нет, у меня папа дома, он мне поможет. А, сделает все хорошо? Да. Просто тут есть недалеко магазин с велотехникой всякой. Села здесь деталями, и там мастерская можно было бы сделать. Яс, ну хорошо, пацаны, тогда вечерком увидимся. Давайте, пока, удачи. Это мои уже, видите, вылет сожгли, мы только строили, делали. По поводу дёрта руки уже отпустили. Дарили лопаты пацанам. Все, короче, пытались максимум делать, но, ну, вот, я не хочу тоже, знаете, там, за всех говорить, но очень мало людей, которые прям продолжают что-то делать, строить и так далее. Ну, они есть, есть хорошая, толковая парня, да, вот этот Кирюха, ну, как бы, он толковый, пацан. Там, вон, лужа огромная, перелететь. Полетели? Оп, оп, оп. Уху-ху! А, хорош! Ну, и ты, и я чуть-чуть стипанули. Влажненько, влажненько. По мелочи вообще. Слушайте, ребята, я же лежал дома, болел. Типа, сил не было, а сейчас уезжаешь, куча энергии на велике. Так, классно. Вроде ничего не происходит, просто едешь, а у тебя такое настроение офигенское. Опа! Привет, пацаны, привет. Чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Можно сфальт? Давай, конечно можно, конечно можно. Хренеть. Ты только аккуратно ехал. Можно крившин заказать? Можно крившин заказать? Нет, в магазине заказать. Чего ты так реагируешь? Ты тебе первый раз учишься? А ты снимаешь? Да, снимаю. Я давно, давно такой реакции не видел. Видео попасть хочешь? Да, хочу. Да, будешь тебя смотреть потом? Я буду. Давай, давай, давайте фоткай. Давай. У меня руки так трясутся. Да ладно, что ты? Давай. Давай еще. Потом выберешь несколько. Да, давай. Хренеть. У меня сейчас с собой нет телефона. Да, я нахожусь. А, Дима, куда ты едешь? Что так? Поднимаю? Хочешь на моем велике проехать? А? На велике, на моем. Хочешь проехать? Это тот, что сказал, когда вчера подарили клипса. А ты катаешься на чем-то, паренек? На самике. На самике? А трюки делаешь, не? А откуда он туда сечет? Откуда он, кстати? Он здесь где-то живет? Да. А что он так реагирует? Я же, как бы, тут частенько бываю. Он сказал, что тебя первый раз видит. А на нем так сложно. Сложно? Да. Ну, после самоката, плюс ты маленький. Сколько тебе лет? Лет 8-9-9. Кидай, кидай на пол. Да, можно, можно. Берите, пацаны. Берите. А, ну, дай. Пойди, папа, попробуй. Чего у нас с трубой? Есть, да? Спасибо. Пожалуйста. Я тебе научился на трубе, чтобы кто-то приделся. Молодцы, пацаны, молодцы. Можно баник на брок? Ты давно катаешься? Рассказывай, как зовут тебя. Дима. Дима? О, имя шикарное, шикарное, молодец. Трюки, трюки делаешь какие-то? Ну, баник. Баник, ну, то есть тело и пока не делаешь. Я, ну, Дима. Тоже, Дима. Классное имя, красава. Я сейчас еще шучу, пацаны. Все имена классные, но Дима мне нравится больше всего. А я правильно делаю боевику? А ну, давай. Можно я? Ну, чуть-чуть маленький, но правильно вроде бы. Блин, ну, как же ты так? Такой довольный. Давно мне сможешь рассказывать? Ну, давно. Уже как 4,5 года я смогу. Ну, ты говорил, да. Мы сейчас с Егором ездили по городу, я почти ничего не снимал, просто проехались. И, знаете, ты как бы подустал, мы нормально километра намотали, но такая приятная усталость, кайфово тебе. Хорошо, я сейчас сел, присел, так классно. Друзья, небольшая предыстория. Раньше, когда я катался постоянно, я покупал самую дешевую воду, какой-то напиток по скидке, самый дешевый какой-то батон, булку и самый дешевый, знаете, такая закуска намазка есть. Сейчас мы зашли с Егором, я говорю, слушай, я всегда мечтал так сделать. Я, смотрите, купил красную икру, настоящую красную икру. Сел возле супермаркета, вот так на велик, грязный. И, короче, мы сейчас с Егором будем сидеть, хавать. Я никогда не пробовал. Да, Егор вообще никогда не пробовал. Но я на самом деле тоже, я не особо там любитель, гурман. Меня Кристина недавно, ну как бы она говорит, это полезно, иногда по чуть-чуть как бы нужно. Есть, да, она не дешевая, но для здоровья это полезно. И, короче, Егор, давай, бери. Я сюда вот так хотел сделать, просто сидеть на баймиксе. Да, макай. Ну вообще ее там намазывают. Ага, не так просто, да, надо было ложку какую-то брать, взять. Вова! Че, как тебе? Блин прикольно? Да? Пипчем не хватает. Ну да. Короче, сидим, хаваем красную икру на баймиксах возле входа с хлебом. Нормальное тело. Так как Кристине сейчас нельзя ничего сладкого, но хочется ее как-то радовать. Я ей купил вот такой вот букет цветов. бурьянчик такой. И сейчас, короче, я порадую. Разъеду домой, целый день катались, классное такое настроение. И сейчас сделаем вместе с вами ей приятно. Мамка молодая, это вам. Что, вы кормите камельку? Ничего себе. Да, я вам букет бурьяна. Что, куда-то положить? Кристина кормит сиськой там. Не будем вам показывать. Что такое? Ничего. Сложно, да, быть мамкой? Нет, нет. Нет, не сложно. Ты, посмотри, наела щуки свои или вы. А ну, сейчас посмотрим, как тут камельчка. Как тут камельчка. Она кушалась маленькая. Ух, и щеки здоровые. Как ваши дела дома? Хорошо, все, я подготовлю. Не успела. Что значит мама? Только начала водку. О, милая какая. Да, рыбку с картошкой. Хозяюшка. И готовит, и убирает, и стирает, и малую кормит. Не успела, потому что этот камельчка. Мама, кушай. Она так милая. Она начинает, я не знаю, как можно злиться, она начинает кричать. Я понимаю, ей одиноко, ей грустно. И я... Кормить, кормить, кормить. Обнимаю ее. Ох, ты жавка моя. Класс. Какие красивые. Вообще, спасибо большое. Спасибо огромное. Все, это правда. Все, ну потом начнешь хавать пирожные, а цветы перестану носить. Тогда не буду есть пирожные. Все, летим.